Так, нужно же новую серию Дебагмании монтировать. Ну-ка, сколько там у нас лайков, я обещала после 70 выпустить новую серию. Ля, уже что, больше 100? Вот это вы молодцы, ребята. Ну что ж, тогда всем привет, меня зовут Динса, и я представляю вам третью серию Дебагмании. Или забавные и интересные вещи в Дебагмоде Соникмании. Студижополис, город Кенца. Возможно, не все замечали, но на крышке эмблема Эггмана. Начинаем, как всегда, с самого неинтересного, стыканья по углам. Стандартная смена высоты уровня. Я залезла в это долбанное кольцо абсолютно случайно, но даже там не нашла какую-то рофу. Посмотрите на НЛО на заднем плане. Оно там просто туда-сюда на одном месте толкается. Просто, как мы знаем, если бежать назад, то оно разворачивается и тоже бежит от нас постоянно. Здесь оно не может понять, вперед я бегу или назад. А еще он забавно застрял возле пружины. Я пыталась исследовать эту турбу, но что-то с ней не так. Вообще, Студижополис это одна из моих любимых зон здесь, потому что она наиболее оригинальная. Вот Студижополис это самая оригинальная зона в Соникмании. Интересно посмотреть, как будут реагировать на Дебагмод некоторые нововведения. Автомат с попкорном. Триггер активируется, если мы зайдем непосредственно во вход. Мне кажется, здесь уровень немножечко сломался, но ненадолго. А так можно спокойно перемещаться внутри этого попкорна. И опять же, абсолютно случайно я обнаружила, что Соник здесь просто исчезает. У него даже силуэта нету. Это что, волшебное стекло какое-то? С попкорном ничего интересного больше не получилось. Следующая оригинальная вещь это машинка. Давайте поиздеваемся над ней. С помощью Дебагмода можно спокойно покинуть телепорт. А вообще вы не находите этот звук каким-то знакомым? В Соникмане опять стырилось что-то из другой игры. А вы знаете из какой-то игры? Напишите в комментарии, посмотрим кто тут прошаренный. Ну прикольно. Но я-то хочу совсем сломать что-нибудь. И окей, я сломала Студиополис. Что происходит? Где я вообще? Я там где-то прыгаю. Почему мне не показывается, где я нахожусь? Что? Что? Почему это случилось? Я вообще без понятия. Как? Я просто путешествовала в Дебагмоде по стенам. Открытый вопрос. Как мне выбраться оттуда? Как мне подчинить сломанный Студиополис? Может быть я хотя бы в суперформе смогу вылететь? У меня стоит чит на летающую суперформу, если что. А, ну вот, получилось выбраться. Только уровень все равно остается сломанным. Да почему? Воу, я теперь здесь прыгаю. Почему-то не центрировался экран, не сменился план или высота уровня. Я не знаю, как это правильно назвать. Ну, так можно даже пройти уровень. Какая-то неуязвимость собралась. Что там внизу вообще? Куда дальше протискиваться, непонятно. Допрыгался. В общем, это было очень забавно. И я стала лазить дальше по стенам в Дебагмоде. А тут вдруг, вау, у меня запустился босс. Ну блин, что с уровнем? Что с планом? Где он? Слышно, что ракеты стреляют. А также я свой курсор потеряла, где он тоже. Вот именно с этого момента начинается какой-то лютый трошак. Сломанный задний план. Я слышу, что босс где-то стреляет. Я не могу ни в Дебагмоде, ни вне Дебагмода. Не могу я себя найти. Я не знаю, где я, где босс. А также я там где-то прыгаю еще. Я не теряя надежды, я продолжаю смотреть на это. И тут вдруг, вау, экран взял и повернул в другую сторону. Теперь все поднимается. Камера поднимается. Но по-прежнему ничего непонятного не видно. По-прежнему такой же сломанный фон. Он реагирует на прыжок. И снова вниз поехал. Что происходит с задним планом? Опа, Соник нашелся. Однако босса по-прежнему нету, а вот его атаки слышны. Соник попал на какое-то параллельное пространство. Прекрасно. Я сломала босса и пространство в Студиополисе. Я думаю, это беготня бесконечна. Просто так перескочить еще куда-то не получится. Соник умирает в помойке. Летать в Дебаге тоже нельзя, поэтому давай по новой. Как только мы пересекаем какую-то линию уровня, то начинается автоматический скролл. И поехали. На этот раз я сразу выпустила Соника, чтобы он не потерялся. Но босса-то нету! Где босс, блин? Ну никогда не было, и вот опять. Босс где-то стреляет, а где, непонятно. Экран движется сам и не дает мне никуда выйти за его пределы. Ни в обычном режиме, ни в Дебаг-моде. Насколько же этот босс хромает из-за механики? А потом вдруг, воу, я слышу взрывы ракеты. Что? Я где-то бью его? Что происходит опять же? Все где-то за кадром, как в Соник Форсов. Опа. Не знаю, что это было, но это забавно. А здесь мы можем перемещаться. И мне сразу же стало интересно посмотреть, что в начале. Я решила построить здесь стену из телевизоров. Телевизоров с кольцом. Я не знаю, зачем я это сделала. Ну просто я знаю, что эта гонка кольцевая. Она по кругу идет. Мне было интересно встретить за стену как-нибудь. Соник бежит автоматически вперед. Он неуправляемый. Это какая-то сценка посреди босса, которая добавляет Дебаг-моде сломанности. Прыгать тут нельзя. А если он упирается в объект, то он ничего не может сделать. Даже телек пробить. Я просто начала маяться дурью, честно говоря. Что? Он идет вперед просто как танк. Приходится ему помогать, перекидывать его через объекты. Тут есть рандомная развилка. О, наконец-то босс нормально появился. Теперь все это дерьмо мне мешать будет. И что и требовалось доказать, мы будем видеть по кругу одно и то же. Снова и снова те же самые препятствия, которые я себе понаставила. Причем ровно в определенный момент можно прям заметить, как появляются эти препятствия, как появляется новый круг. И вот мне стало безумно интересно, что будет, если совсем-совсем в начало этого кольца улететь. Это вообще самое начало гонки. Так можно и на уровень уйти дальше. М лол, так можно вообще на самое начало уровня выйти. А суперсоник все равно бежит дальше, как танк. У него все равно сохраняется механика босса. Я хочу в самое начало уровня. Я вернула Ижа в самое-самое начало. Я хочу, чтобы он сам прошел уровень на автопилоте. По-моему, это очень забавно. Только, к сожалению, он все равно упирается в стены и приходится ему помогать постоянно. Также он не может преодолеть пружину. Жаль, что за него нельзя прыгать. Но почему это такой лоу? Просто прет вперед. Но приходится его немножечко переносить. Кстати, я заметила, что фон тоже по-прежнему сломанный. Наверное, еще с босса. Он даже попкорн сломал. Почему он в углу? Он настолько быстро бежит, что попкорн его не удержал. Не, ну это очень забавно. Не, ну вот вы мне скажите, вы вот такое в мане вообще видели когда-нибудь? Вы додумывались просто взять в дебаг моде и во время босса вернуться на начало уровня. Это же просто гениально. Он добрался до босса. Что будет? Ой, здесь же мой мусор стоит. Это мое мнение тут стоит. Что? Почему? Что? Лоу, почему здесь пропасть нарисовалась? Что я опять сломала? Ну блин, нормально же общались. Я хочу, чтобы он пороху побежал, но нет. И вот если мы запустим триггер, то появится наконец-то босс. Задний план до сих пор не выздоровел. Его уже не спасти. Все фигня, давай по новой. Теперь пусть у нас будет нормальный босс, мы с ним что-нибудь сделаем. После урона начинается секция, где мы можем что-нибудь сделать. Я просто летела вперед и запустился триггер. И опять пошло что-то не так. Ни босса, ни Соника. Отлично. А это че такое? Ты че тут забыл? Опа, и босс прискакал. Такого еще не было. То есть раньше у нас был Соник без босса, а теперь у нас босс без Соника. Прекрасно, просто прекрасно. Причем Соник где-то там прыгает, а где он опять непонятно. А босс тут сам с собой перестреливается. Тут внезапно упал Соник, я его даже не заметила сразу. Откуда он упал? Огонь просто развлекаться. Ой, да надо же, я научилась перепрыгивать в развилке. Окей. О нет, неужели я опять его сломала? Ну это мы уже видели. Подождите, что? Ооо, это что такое? Откуда ракеты? И почему они в другую сторону? Это вообще как? Блин, этот босс вообще перестанет меня удивлять. Я сбила синюю ракету и ударила его. Ну вот, наконец-то, а то давно не виделись. И весь мусор, который я до этого раскидала, появился. Ну да ладно, я так подумала, хватит уже возиться с этим боссом, я уже сломала в нем все, что можно, и это было очень забавно. Особенно проходить уровень за Супер Соника с самого начала. На автопилоте. Нужно посмотреть, что у нас там во втором акте есть. Вряд ли он, конечно, сравнится с первым. По традиции, я пролезла сквозь стену с помощью таблички и убедилась, что здесь тоже есть копия уровня, как и в предыдущих уровнях. В общем-то, по идее, она во всех уровнях есть. Так что, ну, обычное дело, но все равно же интересно. Да, жалко, что по ней не побегать, можно было бы поупарываться. Ну а здесь нас интересует тогда машина Галоп. Будем смотреть, что можно будет с помощью дебага в ней сломать. Погодите, из этой машины вообще нельзя использовать дебаг. От этой бесящей машины методов нет. Лоу. Белочно тоже забавно. При исследовании уровня были найдены какие-то пустоты, ну и что дальше? По сути, я даже не знаю, чему этот уровень может удивить или что в нем можно интересного найти. Все самое интересное было в первом акте, вот там босс просто огонь. А тут что с боссом? Тут босс самый обыкновенный. Разве что немножечко покекать с табличками. Ну что ж, я решила не задерживаться надолго на этом акте. Эта серия и так получилась довольно длинная и удивительная. Ставьте лайк и подписывайтесь, если вам понравилось. Огоном берем 100 лайков. А я сделаю серию по следующей зоне. Там такой рофл, там еще сильнее можно все переломать. Но на монтаж этого видео нужно время. Поэтому спасибо за вашу поддержку. Это лучшая мотивация, чтобы делать новые видео. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok